В 90-х была такая песня «American boy, уеду с тобой». Тогда действительно многие россиянки мечтали выйти замуж за иностранца и уехать с ним. А вот у Джозефа Роуза другая история. Привет, заходите, рады вас видеть. Он женился на россиянке и приехал с ней жить в Россию. Это на самом деле потрясающая история. Мы познакомились с женой на церковной конференции. Мне было за 30, я был без пары и с ребенком. Ей было за 30, она была без пары и с ребенком. И что особенно интересно в этой истории, оказывается, когда нам было 20 с небольшим, мы общались с одними и теми же людьми, но никогда не пересекались. Я женился, она вышла замуж, потом и я, и она развелись. А потом мы с ней сошлись, и тут задаешься вопросом. Если бы каждый из нас так не спешил с первым браком, может быть, Бог свел нас бы гораздо раньше. Что еще интересно в этой истории, так это то, что изначально я хотел назвать своего первого ребенка Алекс, но не назвал. А моя жена, которая тогда еще не была моей женой, жила на другом конце мира, и ее первый ребенок постоянно говорил ей, «Мама, я хочу, чтобы ты вышла замуж, и у меня появился старший брат». Она отвечала, «Малыш, это невозможно, ты уже родился первым». И вот мы поженились, и оказалось, что ее ребенка зовут Алекс. А мой ребенок старше ее ребенка. Да, с Джозефом мы познакомились через христианскую нашу церковь на конференции. Это была международная христианская конференция в 2012 году, которая проходила в Техасе, в Сан-Антонио, это где мы встретились. Собственно, в США я так и оказалась. То есть я планировала поехать на эту конференцию. Я ни разу не была в США, мне было интересно. И так совпало, что конференция там, и я могу поехать. Джозеф и Светлана прожили в США 10 лет и завели детей, прежде чем переехать в Россию. Ну, сначала, конечно, я была в восторге, потому что это новая семья, и новая страна, и все новое, все так интересно, и прекрасные люди, и тепло. И потом, когда через три года я уже во всю эту жизнь, скажем так, все устаканилась, я вписалась во всю эту систему, то, конечно, я поняла, что очень-очень многих вещей мне не хватает. И я даже чувствовала себя, вот если бы только, здесь все так прекрасно, вот если бы только я могла сюда свою Россию перевезти. Я понимала, что это нереально, это другой континент. Да, я не перевезу своих друзей, не перевезу свой родной язык, я не перевезу культуру и так далее. И вот с того момента я начала сильно скучать. Моя идея была, что вот мы всей семьей, новой такой для нас семьей, да, потому что у нас такой брак, да, у Джо были дети, у меня был сын до нашего, до нашей встречи, и потом у нас двое мальчиков родилось в браке. Поэтому у меня была идея, что теперь мы всей семьей можем пожить как бы в моей стране. Джозеф и Светлана с пятью детьми перебрались в Россию в феврале 22-го года. Смелый шаг, согласитесь. При этом у Джозефа в голове еще были сильны стереотипы времен Холодной войны. Я родился в 74-м, а Холодная война продолжалась до конца 80-х. То есть вы можете себе представить. Я, конечно, не слишком старый, но достаточно старый, чтобы знать, что есть такая большая опасная страна, как Россия, что это нехорошее место. По крайней мере, так мне рассказывали наши медиа. Поэтому я был в шоке, когда увидел, какая Россия на самом деле. Первый раз, когда я ехал в Россию, я был напуган из-за всего того, что слышал в СМИ. Но я влюбился в русскую женщину. Поэтому решил, что поеду в любом случае. И первые дни я был в напряжении. Но со временем я стал замечать, что, в общем-то, здесь все выглядит нормально. Здесь все, как в любой другой западной стране. В чем же дело? Я был в шоке. И я до сих пор в шоке. Поэтому мы извели свой YouTube-канал «Expat American», где я снимаю то, что я вижу своими глазами. Это абсолютно нормальная страна, и ваша страна тоже нормальная. Я имею в виду Запад. На нашем канале мы обращаемся в основном к западным зрителям. Вы удивитесь, но Джозефа и Светлану в России заманили возможности для образования детей. Трое из наших детей должны были поступать в университет. И с точки зрения бюджета было выгодно переехать в Россию, потому что образование здесь стоит чуть ли не в четыре раза дешевле, чем в Штатах. Плюс она скучала по дому. И я был в России где-то по месяцу четыре раза. И последний раз, когда я был здесь в отпуске, я понял, что вообще-то я мог бы жить в России. Это классное место. И моя жена хотела вернуться. И с точки зрения финансов это будет удобно. Кстати, Эдриан в Россию тоже заманили новые возможности. Вы удивитесь, но речь о заработке. Думаю, здесь можно заработать больше, чем в других местах. Другая страна, где я тоже неплохо зарабатывала, это Корея. Но там все очень строго. Рабочая культура там очень строгая. Возможности открыть собственный бизнес там не так много. Давать уроки в частном порядке. Даже если вы захотите открыть там ИП, это невозможно. А здесь мы люди Запада. Это даже некий фетиш, согласны? Россияне, видимо, еще не отошли от Советского Союза. И когда видят меня, когда я захожу в бар, например, люди просто в восторге. О, боже, ты из Америки? Правда? Ты знакома с Брэд Питтом? Ты из Нью-Йорка, Майами или из Лос-Анджелеса? Ни Нью-Йорк, ни Майами, ни Лос-Анджелес. Но как же, ведь в Лос-Анджелесе так красиво, такая погода, море. Потому что море — это все. Так что, да, у россиян есть какие-то фантазии по поводу США. Это может немного раздражать, когда ты в баре, но за то, что-то в этой культуре заставляет людей платить больше за то, чтобы увидеть на сцене настоящую американку. Или заниматься с носителем языка, несмотря на то, что есть русские учителя с квалификацией ничуть не хуже моей. Если бы я, например, жила во Франции, там было бы много других американцев и разных европейцев. А здесь мы более редки, ведь. Преподавание английского языка — это популярная причина для переезда иностранцев в Россию. Ради этого приехал еще один наш герой — Кайл. Первый раз я попал в Россию, попал в Москву. Это был мой первый раз, в котором я был не в США. Типа мой первый раз за границей. Перед этого я никогда не бывал в большом городе. И мой первый большой город — это был в Москве. А, ну, было в Москве. Я в исторге был. Я вообще не понял ничего. А я по-русски не смог сказать. Не смог говорить. Я только смог сказать... Сейчас. Акцент надо. Извините. Вы говорите по-английски. Помогите мне. Я не говорю по-русски. Ну, я приехал, типа, чтобы учить, как преподавать английский, как иностранный язык. И это был очень прикольный курс. Но как я реагировал к Москве? Ну, сложно, потому что по-русски не говорил. Я просто понял, что мой второй день в России был, мой день рождения. И я сидел на кровати и плакал, что я разрушил свою жизнь, я хотел домой. И я самый огромный дебил в мире. В отличие от большинства экспатов, Кайл оказался не в Москве, а на Урале. В 2011-м я приехал в Москву. У меня был двухмесячный курс по преподаванию английского. После окончания курса все мои коллеги остались в Москве, в Зеленограде. Я тоже хотел остаться в Зеленограде вместе со всеми своими друзьями, но я совершил ошибку. Когда я устраивался на работу, меня спросили, куда бы я хотел поехать. Один из моих профессоров из университета как-то ездил по Транссибирской железной дороге. И он сказал мне, ты должен поехать в Екатеринбург, лучший город России. Я подумал, я же ничего про этот город не знаю. И попросил, чтобы меня отправили в Екатеринбург.